Посмотрите, какой у меня фартук сегодня. Да, видите, это космонавты. Это означает, что сегодня будет селедка под шубой космическая. Космическая, потому что такой вы точно не делали, такой не ели. Ну, кто-то наверняка догадывался, потому что среди моих подписчиков полным-полно людей, которые, ну, реально заморачиваются и спрашивают, задают такие вопросы, от которых мне иногда хочется стать профессором, написать диссертацию для того, чтобы было понятно. Дорогие друзья, у меня для вас необычное предложение. На одном из стримов мой подписчик Андрей предложил организовать тур. Ну, то есть он его организует, человек-экспат, ездит по всему миру, знает очень много всего местного. И мы собираем группу единомышленников, которая захотела бы посмотреть Таиланд изнутри. Начинаем с Бангкока, потом на север, пробуем северную кухню, потом заканчиваем все это в Крабе, на юге. Две недели тусим и пробуем еду разную, спрашиваем, смотрим. Может быть, даже кто-то нам разрешит и поготовить. Внизу есть описание, ссылочка. На сайте подробнейшая программа. Пожалуйста, подключайтесь. Я буду рад видеть вас вместе в большой компании по Таиланду. У-ху! У меня тут все, вот это свекла натертое, картошку я еще в процессе, значит, морковь натертая, все было запеченное, не отварное, а именно запеченное в духовке. Лук сырой, лук я всегда начинаю, пусть он немножко, значит, небольшое количество уксуса. Тут на любителя, кто любит с уксусом, тот добавляет, кто не любит, тот добавляет просто кипяточек. Кто кипяточком не отдает, тот, значит, добавляет. Что, ничего не добавляет, просто режет его и так накладывает. Но, на мой взгляд, с сырым луком просто вонючая очень получается шуба такая. Но это все зависит от количества и от качества напитков, которыми вы запиваете этот прекрасный традиционный салат. Значит, что делаем? Добавляем сюда немножко воды. Все, я мало того, что добавляю кипяточек, я еще и уксусом. Он сильно не сварится, здесь некуда вариться. Вода тут же остывает. Ну, пусть он, соответственно, немножко полежит, пока я буду чистить селедку. Значит, в чем авторство? Я каждый раз что-то делаю такое со своим рецептом, что не характерно и, может быть, вы бы не догадались. Мое размышление. Если вы делаете, мы делаем, все делают селедку под шубой много-много-много лет. С детства все прекрасно знают этот рецепт. Все ее делают с соленой селедкой. Причем никто не заморачивается, малосольная она или еще какая, какая была в магазине, из такой ее и делаем. Значит, я-то взял алюторскую, тихоокеанскую, специально, потому что мне она нравится больше всего. И что и вам, в общем-то, рекомендую. В магазине, когда будете селедку выбирать, всегда смотрите на вес. Если у вас есть выбор, цельная, во-первых, вкуснее, это раз. Потому что, когда уже филе, когда все без шкуры, когда за вас уже все сделали, кислоты, соль проникают. Ну, мясо, текстура такая становится, не очень. Да, как будто она не жирная, какая-то суховатая становится. Соль ее иссушивает, иссушает, как вы захотите. Цельную селедку, смотрите, в упаковке, в индивидуальной, всегда на ней написан вес. И, как правило, там калибровка идет от 350 доходит до 650 граммов за одну рыбеху. Так вот, представьте себе, что 350 и 650 граммов лежат в одной бочке в одном соленом растворе. Одна поменьше, другая побольше. Какая больше просолится? Та, которая поменьше сама по весу. Поэтому, однажды, еще работая я бренд-шефом одной крупной рыбной компании, поставщика, я в магазине в одном с бабушкой столкнулся, который мне говорит, я говорю, а что вы откроетесь в селедке? Она говорит, сынок, я за свою жизнь научилась. Кокору, которую покрупнее берешь, та и повкуснее будет, потому что она меньше просоленная. Очевидная вещь, но многие об этом не догадываются. Для этого существует мой канал, для того, чтобы, может быть, вы что-нибудь и полезное и возьмете из этого ролика. Пожалуйста, берите и не благодарите даже. Да, и кто ценит Тихоокеанскую, те, конечно, с большим удовольствием выбирают ее. Но в наше время так по-разному происходит. Кто-то говорит, да, мне пофиг, селедку под шубой какая получилась, такую и берем. Я размышляю, почему бы не взять в магазине еще и копченую? Почему салат не сделать в два раза вкуснее? Ну и какой-нибудь модерн все-таки произвести. Я знаю, что многие мужчины и многие дамы очень традиционны в своем выборе. И, может быть, многие и не согласились бы использовать копченую селедочку при готовлении столь вкусного салата. Но я вас уверяю, что кто хочет быть чуть современнее в наше время и стереотипы немножечко, так сказать, расширять, вот так вот и сделайте. Да, и когда в шкуре ее коптят, у нее само филе, ну, само мясо не такое, как у скумбрии, например. Поэтому она чистится немножко хуже, если чуть-чуть полежала на воздухе, подветрилась. Вот когда шкурка подсыхает, тогда ее тяжело отдирать. О, вот это вот обязательно, то, что с брюшка осталось, это нужно, нельзя выкидывать ни в коем случае. Это вообще самое вкусное. Однажды я был в Ростове, к своему другу Эдику Погосову приезжаю к шеф-повару, а он мне притаскивает шамайку. Шамайка в красной книге, но почему-то в Ростове ее везде продают странным образом. На рынке говорят, это шамайка, она в красной книге, можете купить. Как вы же ее вылавливаете? Ну, у нас там официальные поставки, это все. Или обманывают, или чего. Рыба жирная вкусная. Так вот, к Эдику приехал и говорю, слушай, ты мне местной рыбки какой-нибудь, у меня шамайки такую притаскивают, филе. Ну, там она очищенная, просто нарезанная, она типа вяленая. И рядом на доске лежат плавники, вот эти вот, центральный плавник, верхний плавник, жаберные колтычки. И я ему говорю, Эдик, ты что-то шкурки забыл, что ли, выкинуть? На что он мне говорит, брат, если бы я тебе без шкурок принес, могли бы вернуть, потому что это самое вкусное, это нужно обсасывать. Простите, отвлекся, никогда рыбу чищу, всегда, блин, так мне охота вот это вот все дело. Тем более, это Тихоокеанская, она пожирнее, чем Атлантическая, потому что в Атлантике Гольфстрим теплое течение, да, а Тихоокеан сухолодный. И Алюторская сельдь называется Алюторской, потому что Алюторский залив, он на несколько градусов теплее, на пару градусов теплее, чем сам океан. И туда сельдь заходит, там больше, там, скажем, больше кормовой базы, и она питается лучше, короче, жирнее становится вот в этом Алюторском заливе. Смотрите, масса вариантов того, как филирнуть рыбу, там можно и ножом, и пинцетом. У меня где-то даже был пинцет для вытаскивания костей, куда-то я его делал, а, он вот здесь, я его куда-то воткнул или повесил. Ну, короче, пока до пинцета дело дойдет, делаем так, значит, кто-то там перекручивает, как-то что-то делает, не надо ничего перекручивать и ничего делать, просто берем за хвост, вот так вот в серединку раз, и тянем. Оп, она, и все. Видите, я даже не вспарывал, кишки не вынимал. Получается у нас вот какая катавасия. Здесь же все подрезанное, все руками немножко помогаем, вот так вот раздвигаем, аккуратно икорочку достаем, шкурку вынимаем, оп, вот, икорку кидывать нельзя, есть несколько вариантов. Вы можете ее порубить с лучком вместе и поставить в воде, как отдельную закуску, а можете добавить туда же, в шубу. Получается очень даже не дурно, хочу вам сказать. Здесь руками просто забираем филе, вот это вот, вот таким образом, с костей снимаем. Работка эта пыльная, но всегда, знаете, некоторые повара даже руки облизывают, когда селедка вкусная бывает. Так, короче, очищаем селедку. Ну, в общем, мои любимые части, это, конечно же, брюшки. Вот смотрите, одну спинку, короче, я нарезал одну не копченую спинку, но зато с удовольствием вот дорезаю уже все копченые брюшки в том числе. Потому что здесь костей нету, а в спинке все-таки есть немножко косточки, их там вытягивай, не вытягивай, они все равно попадаются. Поэтому брюшка для меня, во-первых, жирнее, во-вторых, удобнее с точки зрения костей. Как бы вы, когда нарежете, попробуйте, нарежьте половину вначале, поймите, попробуйте так вот, много ли у вас копченого вкуса в ложке? Если много, значит, добавляйте еще не копченую рыбу. Если мало, наоборот, добавьте еще копченую рыбу. Поэтому, может быть, вас устроит 50 на 50. В общем, я к тому, что идея есть, реализация с вашей стороны должна быть индивидуальная. Но нужно учесть один фактор. В Тихоокеанской селедке косточки пожестче, а вот в Волжской селедке вообще от костей замучаетесь. В Астрахани были, селедку лично ловил на резинку. Блин, я помню, насолишь ее, ешь, а там кости одни сплошные. Так, ну и, конечно же, икорки немножко добавляем. Делаем такой микс из мяса с икрой. Ой, скоро ко мне с Камчатки друг приедет икры и привезет. Вкусно-вкусно. Кстати, на Камчатке, вот на рынке, например, алюторской селедки не встретишь. Странно, странно. Там ее добывают, там ее ловят. Залив алюторский. Но самая вкусная селедка, самая супер, самая вкусная, это когда вы сами взяли свежемороженую и ее посолили. Вот это бомба будет. Я размышлял, что мне делать с картофаном. Картофан я перекладываю сюда, а селедку я выкладываю вот сюда. Смотрите, сейчас очень важный момент, не переключайтесь никуда. Это, знаете, бывает у меня. Смотрят, смотрят ролик, пишут, что ролик смотрели, а вопросы задают такие, что хоть стой, хоть падай. Вот есть нарубленная селедка вместе с икрой. Перемешали ее. Здесь достаточно соли, достаточно всего. Икорка немножко дает горечь такую своеобразную, правильную, вкусную. Значит, теперь лук, который здесь был порублен полукольцами, примерно из расчета один к одному, примерно, может чуть меньше, нужно это все вот так порезать мелким кубиком. Ну как мелким кубиком, как получится, я имел в виду. Вы, конечно, можете изначально порезать мелко, а потом залить. Такой вариант тоже. Но я торопился на подготовке и нарезал все быстренько полукольцами. Теперь лук отправляем сюда, к селедочке вместе. Чаще всего выкладывают слоями. Вниз лук, сверху селедка. Или наоборот, снизу селедка, сверху лук. Но очень редко кто делает вместе микс. Значит, делать это нужно в самом начале, желательно. Для того, чтобы вкусы вот эти вот селедочно-луковые объединились и уже, так сказать, друг дружку заместили и сделали вкуснее и тот ингредиент, и другой. Дело в чем, если вы очень много уксуса нальете в лук, он будет сильно кислый. Это, конечно, будет создавать лишнюю невкусность для селедки. Хотя масса производителей делает селедку в маринадах различных. Но вы же знаете лучше меня, что во всех ресторанах, везде, дома все все делают. Селедку, когда выкладывают с картошечкой, да, лучком сверху засыпают. Это вкусно. Лук без селедки, как селедка без лука. Так, это я пока переношу вот сюда. Сюда лишнее. А сюда яйца, майонез. Есть несколько вариантов. Можно все нарезать крупными кубиками. Можно нарезать мелкими треугольниками, шариками, чем угодно. Я предполагаю, что, во-первых, давайте возьмем тарелочку вот такую красивую. И сюда будем сервировать. Так, нужно взять самое большое кольцо. Самое большое. Остальные отложить. Все. Теперь выкладываем. Вниз выкладываем лук и селедку. Таким образом подают в ресторанах банкеты. Вот на банкет, например, 50 порций, да. Можно, конечно, это все в тазике. Потом ложкой нагребать. В тарелочке раскидывать. Некрасиво. В ресторане берут кольца и начинают на противне, на бумажку сервировать вот таким образом. Плотно прессуют, потом кольца снимают, делают другие. Получается все уже готовое, сформированное. Потом только лопаткой специальной. Или прямо на бумаге переносят, потом бумагу вытягивают. Картофан. Тут есть несколько вариантов. Можно нарезать тонкими пластинками. Можно натереть. Можно нарубить. Можно вообще положить картошку рядом. Но мы все любим, когда салат перемешанный. Поэтому накидываем, как получится. Нам главное сделать слой. Слой картошки получился вот такой. Далее морковь. Морковь я чуть-чуть посолил, чтобы она такая была. Но когда морковь запеченная, а не отварная, она, конечно, будет вкуснее всегда в три раза. Плотно-плотно нажимаем на морковь и делаем такой слой. Это даже ведь я молчу, даже ничего не говорю. Не важно, что это такое. Это такой пресс для еды. У меня, правда, палка какой-то исчезла здесь такая ручка. Далее идет белок. Как не нужно делать? Если переварить желток, он становится синий. Я пока болтал. Бла-бла-бла. Яйца варились. Желток стал синий. Белок белый, конечно же. Значит, вот сюда мы рукой протираем. Туда нельзя. Иначе все замусорим. Будет не красивая подача ресторанная. Будет, кстати, дома порционно именно так я рекомендую вам делать. Если, например, вы решили, что все-таки этот Новый Год должен быть максимально красивый. Пожалуйста, сделайте его таким. Яйцо, по сути, для проформы, для вот этого серного привкуса. Вот очень странно. Я всегда размышляю, как вот русские люди. Ведь у иностранцев нет такого. Вот сколько я путешествую по миру в ресторанах и так далее. Никто так к яйцам не относится, как мы. Яйцо должно быть максимально хорошо вареное. Чтобы вот желток такой был не вот даже темнее еще в два раза. Чтобы прям черный такой стал. Темный, вот как мы на Пасху варим всегда. Такого стального цвета получается. И вот чем дольше варишь, тем больше там образуется каких-то вот этих сероводородов. То есть яйцо в смяточку, оно практически не пахнет ничем. Но когда бабушка или дедушка в поезде на шурша пакетиками достают вот эти вот синие яйца, Весь вагон сразу понимает, я на российской железной дороге, в русском поезде, с русскими людьми. Почему вот эта вонючая субстанция так нравится? Я не знаю. Может быть кто-то из вас знает идею? Вы в комментах, пожалуйста, напишите. Потому что я вот в невидении пребываю. Теперь вообще самая последняя нотка гениальности, которая может быть вот в создании этого блюда. Здесь свекла. Она отварная из пакета, купленная в магазине. Экономия времени. Значит, вот сюда я добавляю немного соли. Я протер ее, ну, натер на мелкой терке. И теперь вот сюда я добавляю майонез. И теперь перемешиваю. Что происходит? Свекла становится красивого такого розового цвета. Теоретически можно было бы даже создать розовый майонез. Но люди любят все слоями почему-то. Слоями. Вот финальный слой должен быть такой. Вот смотрите. Не надо промазывать майонезом вот эту вот составляющую. Давайте сделаем красивую такую подушку из свеклы с майонезом. Представим, что уже все промазанное. Даже если это свекла даст сок вместе с майонезом, он пойдет весь вниз, протечет весь среди этих всех слоев и даст очень вкусную такую пропитку. Хотите, чтобы стояло? Пусть стоит ночь. Если вам лень все это делать, просто накидайте в тазик слоями. Великолепно. Осталось только дело за малым. За малым. Это вот этот тут синенький желточек должен туда пойти. И, конечно, хорошенько бы еще в холодильнике подержать пару дней. Давайте попробуем. Ух ты! Он не такой сине-зеленый, как снаружи. Вот смотрите, что получается. Что шуба становится не просто традиционным русским салатом, а оно еще становится опытным образцом. И с этим салатом можно поиграться. Я вот так сделаю еще один маленький ход конем. А то кто-нибудь наверняка меня обвинит в том, что майонезом должно быть все смазано слоями. Каждый слой промазывается майонезом, чтобы все текло. Чтобы весь это, вся эта жирная вот эта вот субстанция. Я, кстати, недавно узнал совершенно от обычных людей очень такую необычную новость. Я ни разу, как повар, об этом не размышлял и всегда говорил, что если домашний майонез мы делаем сами, то он очень жирный. А мне тут ребята говорят, слушай, так ведь у майонеза-то есть жирность, и она типа около 60%. Я говорю, почему? Потому что там такое количество эмульгаторов, лецитина и всякой фигни, что нету там столько масла, сколько ты дома делаешь. Это дома ты там фигачишь масло на один желток, чуть-чуть горчички, там у тебя он жирный получается. Магазин и не жирный вовсе, потому что там жира нету, потому что он дорогой, проще этот глютамат, ой, глютаматы говорю, эмульгатора добавить, и будет вообще огненный огонь. И сюда мандаринку, пау, на украшение. Смотрите, что делаем дальше. Просто берем кольцо, вынимаем и получаем такой мини-тортик, да, на 4 части спокойно здесь нахожу на 2. Для хороших людей не надо жадничать, на 2 части разделили, все. Ну что, самое время пробовать. Ого! Это все-таки такое поварское, как бы сказать, поварское мнение. Все, кто дома делают, они пропитывают, оставляют на ночь, для того, чтобы все там объединилось. В этом есть определенный смысл. А повара считают, что если сделать все из-под ножа слоями, то когда ты ешь, у тебя переливы вкуса. Вот соленая соленая, вот сладкая морковь, а вот такая свекла с майонезом, и тут яичко, тут все это вместе превращается в такую феерию вкуса. не просто однородная масса, которую, как мы привыкли, такие типа, оливье, обязательно нужно на завтра есть. на завтра-то едят оливье и селедку под шубой, мне так кажется. Просто потому, что вчера не доели, уже не влезло, да? А на завтра с этого дела ты встаешь голодный, начинаешь есть, понимаешь, что вот оно счастье. Это с голодухи, друзья, это не... Ну, вот смотрите, все вместе можно и перемешать в тарелочке, если у вас индивидуальная подача. Подождать 2 минуты. Лук хрустит, значит, если вы вдруг вам это по какой-то причине не нравится, значит, надо спассеровать его, но тогда не будет так вкусно. В идеале, небольшое количество уксуса и кипятка, вот если он не воняет луком прям, тогда сельдь под шубой у вас получилось. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать, чтобы перед Новым Годом в Новом Году, в следующем году, в следующем-следующем году всегда ваш стол был изобилен. Всегда старайтесь сделать что-то на вашем столе такое, немножко с изюминкой, немножко как бы переформатировать, потому что, ну, не зря же уже третий год я несу гастрономическую волну в массы, давайте расширим свой гастрономический кругозор, давайте будем красивее есть, подавать по-другому, вот чувствовать вот эти нюансы вкуса, а не просто набивать свой желудок вот так вот и вот так, как в туалетной бумаге там, соевым мясом набил там, и типа серия, я вот что-то там себе набил желудок, зачем? Друзья, давайте кайфовать от жизни. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok